В фойе Дома культуры совхоза имени Ленина, где традиционно проходит Звездный сад, царила праздничная атмосфера. Ребята с легким волнением готовились к своему выходу, а зрители с нетерпением ждали этот праздник детства, добра и радости. И вот он начался. Есть только миг. Мелодия этой замечательной песни открылся в благоварительный фестиваль Звездный сад 2017. И выбрана она была не случайно. Это своеобразный гимн самой жизни. Вступительную мелодию на сцене исполнили группа «Ятор Шоу» и слабовидящий пианист Нестор Смышляев. Поблагодарив этот потрясающий оркестр, с приветственным словом выступила глава сельского поселения совхоз имени Ленина Елена Добренкова. Давно зародилась идея этого фестиваля. Мы стали действительно друзьями. Я смотрю, как... Я не побоюсь этого слова. Я вижу, как растут дети. Я вижу, как вырос Нестор. Я очень счастлива, что вы приезжаете к нам. Многие из ребят, которые выступают на фестивале, это уже опытные артисты, давно знающие сцену. К примеру, дети из филимонтковского детского дома «Солнышко» всегда показывают какой-то новый номер. В этот раз они под зажигательную мелодию танцевали хип-хоп. Особого внимания заслуживают концертные наряды наших героев, которые сами расписали свои сценические футболки. Мы сами их делали из Эбро. Мы рисуем на воде. Называется техника Эбро. Это специальные краски, которые хоть стираю, хоть не стираю, не смоются. Ребята выступили вместе с известной группой Турбомода, участники которой были покорены артистичностью и раскованностью юных исполнителей. На сцене царил особый дух творчества. Добрая, душевная атмосфера. Все так позитивно, ярко, солнечно, тепло. Ребята выступали вместе с нами. На сцене просто творила какая-то такая невероятная атмосфера, да? Да, замечательно. Солнечная. Очень было все задорно, весело. И действительно, в этот хмурый день настроение, мне кажется, у многих поднялось. Приглашать звезд – это давняя традиция фестиваля «Звездный сад», благодаря которой дети могут поработать со своими кумирами на одной сцене и понять, что все в жизни возможно, и никогда не стоит отчаиваться. В этот раз среди известных исполнителей также были Алексей Гломан и Ирина Оркман. Это всегда для меня большое дело, трепет, волнение, переполняет чувство любви и благодарности к этим детям. На сцене с Ириной выступили Вадим Волков и Софья Задера, которая поделилась с нами своим самым сокровенным желанием. Я еще не определилась в своей профессии, так как хотелось бы быть и певицей, то не знаю, получится ли у меня. Частые гости на фестивале «Звездный сад» – ребята из творческого коллектива детей с нарушениями слуха «Ангелы надежды». У них особое видение мира, и через песни они передают свои чувства и эмоции. Как художник рисует картину, так же дети с нарушением слуха на жестах поют и показывают картину песни, о чем она. Благодаря выступлениям они чувствуют тем, что они не отличаются от обычных людей, что они такие же, как все. Всего на фестивале «Звездный сад» зрители увидели более 20 выступлений. Кульминацией стала совместная песня всех участников концерта, их наставников и организаторов. По традиции все дети получили подарки. Мягкие игрушки и сладости стали для них приятным сюрпризом. А после концерта исполнители и гости фестиваля вышли на аллею рядом с Домом культуры, где высадили новые деревья и кустарники. К счастью, с каждым годом сад становится все больше и больше. Екатерина Коваленко, Владимир Бежонов и Елена Кошелева. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok